Всем добрый день, друзья, подписчики и кто просто зашел посмотреть это видео, гости нашего канала. Сегодняшнее видео я хотел бы посвятить такой теме, как общение с клиентами, общение с заказчиками, вообще общение с людьми, которые связаны в нашей профессии с нами, с холодильной тематикой. Смотрите, мы очень часто покупаем, например, холодильники у людей или, например, ремонтируем холодильники людям. Получается, что 50% нашей работы зависит от работы с заказчиком, как это все будет строиться, диалог. Потому что очень часто люди могут или обманывать, или недоговаривать, кто по-разному, кто-то специально, кто-то случайно. В общем, есть такая вот проблема общения с людьми. Почему мы решили записать это видео? Буквально вчера у нас был такой случай. Взяли у нас люди холодильник с гарантией на 2 недели. Получается, прошел уже примерно около месяца прошло, то есть уже все гарантии ушли. Звонит мне человек и говорит, такая ситуация. Заехали квартиранты на квартиру, и что-то она начала включать, и стал он плохо холодить. Одна стенка холодит, одна не холодит. Я говорю, ну не знаю, но уже все сроки прошли, говорю, вы его проверяли. Она говорит, мы его не включали, он стоял у нас. Вот заехали квартиранты, это уже прошел месяц. Включили, и он как-то некорректно работает. Ну, мы с ней, в общем, договорились, что мы подъедем его, посмотрим. Смотрим, приехали, подключили манометр, смотрим, как бы утечки нету явной. Включили компрессор, тоже начали смотреть по показаниям, тоже никакой утечки не нашли, то есть давление нормальное. Начал сразу же холод, пошел. Потом в процессе этого всего, то есть вот эта вот женщина начала рассказывать свою историю, что у нее, получается, и надо какие-то лекарства хранить. И она начала мерить это все дело термометром обычным. Положила обычный комнатный термометр, и отталкиваясь от него, она сказала, что температура там была 9 градусов. И вот она сделала выводы, что что-то с ним не в порядке, с этим холодильником. Мы как бы проверили, поменяли единственное, что датчик. Датчик на всякий случай поменяли, термопару. Почему? Потому что как-то он, может, некорректно выключался или раньше. Короче, на всякий случай мы его поменяли. В итоге что? Нам поездка вылилась, собрали мы все инструменты. Поехали туда, это как бы, ну, рядом с нашим, ну, как бы около 10 километров. Потратили там 3 или 4 часа, пока ждали, чтобы он нормально включался, выключался, включался, выключался. Перезаправили его еще раз. Ну, в итоге взяли мы какие-то деньги небольшие, но оно того не стоит, чтобы срываться и ехать. Ну, как бы, не так уж там много денег получилось, чтобы ради этого выезжать на выезд. Вот, кто ездит на выезды, я думаю, тот знает, что такое собрать все инструменты, там, вакуумный насос, там, фреон, манометры, паяльные инструменты, все. Ну, короче, очень много, это целый головняк, чтобы с этим всем выехать. И вот вопрос в чем получается, а из-за чего это все получилось? Потому что один человек сказал другому человеку, что вот такая ситуация вышла. И получился какой-то испорченный человек. Кто-то недопонял, кто-то еще что-то. А в итоге страдает человек, который, как бы, отвечает за этот холодильник. И вот мы поехали. И получается, что мы съездили, можно сказать, ну, просто так, как бы, для успокоения человека. Теперь вопрос. Еще получается, какая ситуация? Иногда мы приезжаем, мы покупаем бэушные холодильники, и тоже приезжаем на выезд. И, как бы, примерно, как это все обстоит, что мы звоним человеку, спрашиваем, например, заочно, как вообще обстоят дела с этим холодильником. Включается он, морозит, не морозит. И опять же, попадаем мы на что? Что человек говорит, да, он работает, он включается, выключается, морозит. То есть полностью рабочий холодильник. Мы человеку объясняем, мы говорим, что мы занимаемся ремонтами холодильника. У нас есть, как бы, все оборудование, на котором можно проверить его работоспособность. И просто, как бы, чтобы не отнимать, там, ни ваше время, ни наше время, давайте этот вопрос выясним. То есть, если он не рабочий, то вы скажите, что он не рабочий. Мы, например, если нам интересно, то мы приедем, его заберем, как не рабочий. То есть, или с компрессором не рабочим, или там, морозилка не работает, или холодильная камера. Ну, когда мы уже едем, мы конкретно знаем, то есть, что нам предстоит увидеть сейчас. Человек же в ответ нам говорит, нет, он работает, морозилка холодит, все хорошо, проверяли, все, мы выезжаем, приезжаем на место, включаем холодильник. Иногда он вообще не включается, иногда он включается, но вообще не холодит, ни морозилка, ни холодилка. Я человеку говорю, например, ну, как так получается, я же вам позвонил, говорю, перед выездом и спросил, вы же сказали, что морозилка морозит. А человек мне в ответ говорит, ну, да, морозит, говорит, я месяца 3-4 назад проверял, он морозил. Я говорю, ну, вы же мне не сказали, что он 3-4 месяца назад работал. Если бы вы сказали, что 3-4 месяца назад, я бы вас попросил включить его еще раз. Человек делает вот такие глаза искренние, я вот не мог понять, или он правда обманывает, или он действительно искренне там чего-то недопонимает. В итоге, опять же, кто страдает? Страдаю я. Почему? Потому что я ехал конкретно вот к этому холодильнику, и я был уверен, что в нем, ну, вот такие вот проблемы. То есть, меня это устраивало, этот вариант. В итоге я приезжаю, а в нем, как бы, вообще ничего не работает. Ни компрессор не работает, ни фреона там, ничего. То есть, опять же, страдает человек кто? Холодильчик. Почему? Потому что, как бы, отталкиваясь от слов, от клиента. Что мы для себя сделали, вот выводы, вот сейчас в конкретной ситуации. Мы давали гарантию две недели на ремонт холодильников. Был у нас, опять же, вот такой интересный случай. Купили у нас люди холодильник, взяли у него. Холодильник был, получается, двухметровый. Холодильник, компрессор там не очень, скажем так, сильный какой-то был. Там или 150, или 160 ватт. И мы людям объяснили, что меняли компрессор, что как вообще пользоваться холодильником. Что люди сделали? Объяснили, что вообще в морозилке, написано на каждой морозилке, сколько можно продуктов замораживать в сутки. Там написано, сейчас я покажу. Вот, смотрите. Практически на всех морозилках написано, сколько продуктов может морозилка эта заморозить в сутки. Люди на это вообще не обращают внимания. И если человек, например, приобретает или ремонтирует, или еще такой холодильник, то он вообще не обращает внимания. То есть он считает, что если у него там четыре полки, например, стоит, то эти четыре полки можно абсолютно полностью все забить, и причем одновременно сразу. Чем это выливается? Во что это выливается? То есть человек забивает, вот в этом случае был двухметровый холодильник. Я, честно говоря, таких полностью забитых холодильников еще ни разу не встречал. Сколько мы, за время, сколько мы занимаемся холодильниками, я не видел. Он был полностью забит продуктами в холодильной камере, и он был полностью забит продуктами в морозильной камере. Там какая ситуация вышла? Или там свинью закололи они, или где-то мясо им кто-то передал. И в итоге они его забили полностью. К чему это привело? Сгорел компрессор. И получается, в чем, как бы, опять же, вся вот эта вот ирония, что виноваты остались мы. Почему? Потому что человек, мы сказали, две недели гарантии, и человек, то есть, с полной уверенностью, что две недели гарантии. Он говорит, да я буду делать все, что я захочу с этим холодильником. Все равно он на гарантии, и не переживать за что. Получаются, те слова, которые мы людям произносили, о том, что как его правильно запускать, как правильно эксплуатировать, что он должен выйти в этот режим нормально, что если вы закидываете что-то в морозильную камеру, то это делать порционно, не за раз, а порционно. Человек, получается, эти слова игнорирует и делает то, что он считает нужным. Почему? Потому что холодильник на гарантии, и в эти две недели он может его эксплуатировать, как хочет. А если бы этот холодильник уже его становится, то человек уже начинает сразу прислушиваться, и как компрессор работает, и как он включается, и как он выключается. То есть, когда эта вещь становится уже человеком, он более бережливо к этому относится. То же касается и ремонта, например. Если вы сделали ремонт какой-то, и человеку тоже даете гарантию, неделю, две, месяц, то он в этот месяц будет его ушатывать вообще как захочет. Вот сегодня опять же был случай, что мы привезли холодильник, начинаем людям как бы объяснять, как его правильно эксплуатировать, как с ним обращаться. Я объясняю девочке, там ресторан или кафешка какая-то, холодильник тоже двухметровый. Я говорю, что там написано на дверце, сколько можно замораживать. Если вы захотите больше, ну вот это тяжело компрессор, могут возникнуть проблемы, он может сгореть. Я говорю, что в среднем около там трех килограмм он может справиться, заморозить. Она мне вот такое лицо сделала. То есть типа, что это ерунда? Я говорю, так вот это производитель пишет, вот на дверях в морозилке написано, сколько он может заморозить в сутки продукты. Ну она тоже посмеялась, там тоже был парень, розетка с плохим контактом. Одна вообще выгорела на удлинителе, одно отделение полностью выгорело. Как бы ему тоже говорим, если вы хотите, чтобы он нормально у вас работал, должен быть хороший контакт, потому что компрессора не очень любят вот эти все вещи. Но он тоже послушал, как бы сделал свое. Я не знаю, чем человек. Многие думают, что с ними, может, это не произойдет. А это же иногда происходит с некоторыми людьми, с некоторыми холодильниками. Вот сейчас мы пришли к такому выводу, что мы человеку объясняем, что мы даем гарантию на пуск. То есть у вас холодильник этот запускается, что он включается, выключается, то есть работает нормально. То есть то, что вы там с ним будете потом в дальнейшем эксплуатировать или как-то вы будете неправильно, это уже как бы ваши проблемы. И как мы делаем вот этот первый пуск, я сейчас покажу. Приезжаем мы, к примеру, или по ремонту, или у нас взял человек холодильник, мы говорим, то есть запускаем, вводим его в режим, он включается, выключается. Как это проверить? Опять же, очень часто какая проблема у людей, что холодит. Один мужчина говорил, как проверить? Говорит, пальцы, плюешь на пальцы и к морозилке. Мы говорим, ну что это за способ такой? Он говорит, ну если морозить, то пальцы прилипают. Мы говорим, так оно может и при минус 10 тоже пальцы могут прилипнуть, правильно? Может при минус 7. Говорим, надо как-то более точными приборами проверять. Или там очень часто мы приезжали, человек говорит, да-да, говорит, морозилка, я уже чувствую холод пошел. Я женщине говорю, ну вам не стыдно? Ну как он мог пойти, холод, если там компрессор даже не работает? Или человек говорит, он тихо работает. То есть для этого у нас есть определенные приборы, с помощью которых это все можно очень легко проверить. Получается, ставим 1 градусник в холодильную камеру на испаритель, и 1 градусник на морозильную камеру. И вот при человеке, получается, при заказчике, при человеке, то есть мы как бы вот это все дело проверяем на включении, на выключении и показываем ему температуры, которые вот сейчас на данный момент в холодильнике. Опять же, очень часто, вот у нас вот эта женщина вчера, когда она мерила этим комнатным градусником обычным, спиртовым, она утверждала, что там на нем температура около 9 градусов. Вот этих всех реле есть определенный там диапазон, в котором они работают. И вот, например, когда стоит этот термореле стоит, к примеру, в запененной части. Вот мы сколько разбирали холодильников, вот этот термореле находится вообще очень часто в разных местах. Нету какой-то определенной нормы, где его ставить. В снаге в одном месте, в андвизитах в другом месте, у кого-то ближе, у кого-то дальше. У некоторых он прямо к испарителю, напрямую к самой этой трубке. Вот недавно у нас был там один снаги, так там вообще он еле касался. И то есть, получается, вот этот момент включения-выключения, он как бы вообще некорректно работает, честно говоря. может там ребята на заводе где-то ошиблись. И вот когда человек начинает там брать какие-то термометры и там начинать проверять, хотя как бы все знают, что эта температура, она колеблется. Она в момент, когда работает холодильник, она одна, потом, когда остывает, то есть она другая. Там он может как бы вообще по-разному измерять это все. И если вы эту вспененную часть не открывали, и даже не знаете, где находится этот термореле, то вообще очень тяжело говорить, когда он выключится примерно. Плюс диапазон вот этого включения-выключения этих термореле тоже он как бы отличается. У нас опять тоже мы взяли сейчас партию вот этих К-59, а у них от минус 15 диапазон начинается только. Есть какие-то в природе от минус 3 начинается. Мы сейчас нашли, что от минус 10. И вот опять же, если он находится в какой-то части запененный в далекое, может он далек вообще от этого испарителя. Там минус 15 может сроду никогда и не быть. И когда это реле выключится, тоже непонятно. То есть получается, опять же, отталкиваться от слов человека очень тяжело. Как он мерил, чем он мерил. В общем, вот такое видео, что я хочу сказать, что получается, что мы для себя вот поняли из вот этого общения с людьми, что, во-первых, очень люди часто говорят неправду. Сознательно, несознательно, я не знаю, почему так происходит. Почему-то люди говорят неправду. Потом, в случае, или покупаете ли вы, или сделали вы этот холодильник, то есть человек может обмануть вообще с легкостью. и вот когда вы даете гарантию какую-то там, я видел вообще некоторые там по полгода гарантию, так как можно сейчас вообще полгода гарантии давать. Он Сергей себе машину купил, так он даже не доехал. Он в суммах купил, до Киева не доехал. То есть купил баушную машину и до Киева она не доехала. Он же не не начал этому названивать хозяину этой машины и говорит, что ты мне продал. Потому что человек покупил баушную машину, которая состоит из множества каких-то агрегатов. Ну, так получилось, что какой-то агрегат где-то подвел. Так и здесь, например, человек как бы это баушный холодильник. Например, это могут быть перебои в сети, могут быть и заводские браки какие-то, трубка где-то может прожаветь, еще что-то может случиться. То есть это даже не по вашей вине может быть. Например, отвечать, давать гарантию на полгода. Это, скорее всего, тоже не в наших интересах. И вот когда вот эта часть нашей работы, общения с людьми, нужно очень внимательно подходить к этому. Потому что, когда мы, например, говорим о чем-то, даем гарантию две недели или неделю, человек настолько сильно цепляется за это все, и он как бы уже услышал, что две недели все, это для него главное. А то, как правильно эксплуатировать этот холодильник, человек уже как бы перестает слышать. То есть он сцепился, что вы дали гарантию, вы сказали, он будет работать. Да, мы сказали, что он будет работать, но он будет работать при условии, если вы будете определять, соблюдать определенные правила. Если вы вот этот алгоритм сделаете правильно, так как нужно, то тогда вероятность того, что он у вас будет работать велика. А если вы проигнорировали слова мастера и сделали по-своему, то тогда не обижайтесь. Но обычно люди слышат только вот этот гарантийный срок. Как вот Сергей смотрел на канале на автомобильном тему, что с автомобильными примерно такая же ситуация, что человек говорит, что там гарантия, и он как бы цепляется. Он может эксплуатировать, масло где-то вылилось, он еще на лампочке доезжает еще километров десять. Говорит, а у меня гарантия все равно будут менять. А если бы это был его автомобиль личный, то он бы уже как бы так и не поступил. Не на гарантии он был, а просто ответственность на хозяина лежала. Он бы скорее всего не поехал на таком автомобиле. Почему? Потому что оно как бы влечет за собой дальнейшие последствия. Можно остановиться в какой-то момент и это будет гораздо менее затратная процедура ремонта автомобиля или холодильника или чего бы там ни было. В общем, что я хочу сказать в этом видео, подытожить, что нужно во время того, когда мы общаемся с людьми очень внимательно относиться к словам к своим и к словам тех людей, с которыми мы общаемся. То есть, если мы даем какие-то, например, гарантии, мы должны как бы человеку тщательнее объяснять, как ему правильно эксплуатировать этот холодильник. То есть, если, например, вы хотите купить какой-то холодильник или что-то, то тоже, опять же, нужно более детально расспросить человека и может даже быть готовым настроиться на какой-то самый худший вариант. Мы один холодильник тоже купили у людей, ну, не проверили, они говорят, да, работает, включается, выключается, а он морозил и не выключался. Это был нофрос, ну, короче, было неприятно, когда... Да? Какая женщина? А, да? В общем, буду заканчивать это видео. Что я хочу сказать, что надо меньше верить людям, как говорится, больше верить приборам измерительным и не надо давать слишком какие-то большие гарантии длительные, что человек может за это время гарантийно с ним такое вытворить, с холодильником. Приехали, включили, там, поремонтировали, включили, все, включается, выключается, морозит, холодит, все, все, все довольны, все счастливы. Все, спасибо всем, кто посмотрел это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, до новых встреч.